Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то мировой опыт урегулирования таких историй? Мы поняли, что туристы, которые получили страховой продукт, они не такую значительную компенсацию получат. И вот как можем мы себя обезопасить, чтобы максимально мы не боялись пользоваться услугами туроператоров и могли рассчитывать на гораздо большее возмещение, чем 0,5% или 5-6% от стоимости путевки? Пожалуйста. Да, конечно. Я, наверное, даже бы сказала, что важно обратиться к истории этого, собственно, вида страхования. С 2007 года страховщики занимаются тем, что предоставляют договоры страхования в качестве финансовых гарантий. Это произошло после замены лицензирования на страхование. Такой этап был не только с отраслью туризма, но и с другими отраслями. Чуть-чуть такую ретроспективную справку, чтобы понимать, как все выстраивалось. Изначально выплаты были, естественно, банкротства, и до этого года, начиная с 2008-го, уже такие достаточно крупные. И компенсации происходили по принципу не пропорций, а, собственно, кто первый приходил, второй, третий. То есть страховая сумма рассчитывалась по количеству обратившихся, ну и, соответственно, выплаты делались сразу. Недолго такая практика продолжилась. До 2010 года все-таки стало понятно, что это очень неудобно, это очень несправедливо, и это сокращает время для сбора документов и увеличивает нагрузку страховщику, и больше делает негатива, нежели справедливый подход. С 2010 года страховщики приняли изменения к расчету возмещений, все-таки стали ориентироваться на пропорцию, и, собственно, такой опыт и в мире существует, и применяется. И турпомощь вместе с тот фонд персональной ответственности, он тоже будет выплачиваться пропорционально, но не нашими коэффициентами, которые страховщики вывели, а, естественно, своим коэффициентом, таким же соотношением суммы персональной ответственности фонда к реальным требованиям, которые туристы принесут. Я бы сказала, что вот сейчас как раз компания «Музинидис» — это новая такая уже улучшенная версия того сценария урегулирования, потому что мы в 2018 году переживали Натали Турс, Данка, Ростур и прочие банкротства, специальное бюро банкротства в кавычки, так понятнее, операторов, когда страховщики по закону на 30-й день должны были производить выплату, но действительно такое количество обращений, ведь 7591 — это тур, а в среднем в туре 3 человека, это 25 тысяч человек, надо понимать. Это колоссальная нагрузка, и на 30-й день страховщик должен уже все посчитать, все подготовить, проанализировать, запросить, уточнить и выплатить. Это круглосуточная работа практически. Таким образом, с 2019 года, в конце 2018 года мы начали об этом думать, страховым сообществом ввели новые комментарии к реестру, как он формируется. Отсюда, собственно, 20 дней ровно на сбор документов, и все ждут по почте, курьерами, физически, как угодно, любым удобным способом. Но нам нужно работать с оригиналами, это надо понимать. Далее, 10 дней остается для страховщика, для того, чтобы действительно вывести и просчитать этот финальный коэффициент. И он может быть понятен к последнему дню, потому что мы понимаем, страна большая, документ отправлен ровно в 20 дней, а пришел, извините меня, на 28-й. И страховщик будет ориентироваться все равно на дату отправки, будет вынужден эту пропорцию скорректировать, пусть незначительно. У нас действительно появится у коллег из СТИ страхования не просто две цифры после запятой, а четыре цифры после запятой. Все очень пунктуально делится. Не забывайте, пожалуйста, что страховые организации подназорены Центробанку, и каждую неделю еще коллеги из СТИ страхования отчитываются перед регулятором относительно требований регулирования пропорций. Формируют резервы. То есть это достаточно такая серьезная работа. Но, тем не менее, в финале мы с вами видим, что в среднем 5%, сколько они страховали от оборота по закону, у нас же как закон гласит, страховать нужно ответственность в размере 5% от оборота. Ну, собственно, эти 5% люди и получают. Никакой нет, я бы сказала, несправедливости с точки зрения соотношения. Сколько застраховали, столько получили. Другое дело, что мы не первый год говорим со своим страховым опытом, что все-таки есть в других отраслях некие лимиты, некие подходы, некие консолидированные усилия. Но, собственно, раньше НАСА почувствовала на себе эту необходимость Британия, потому что фонд АТОЛ, который существует с 1973 года в Британии, успешно пополняется операторами при расчете того или иного взноса с туриста. Естественно, это все касается только организованных туристов, это очень важно. Так же, как и наш федеральный закон, так же, как и страховые выплаты по обудению дистрифл, только организованный туризм, то есть когда есть совокупность услуг не менее двух. Вот вы видите на экране, что обязательно идет речь о все-таки турпродукте. Первым ударом почувствовал АТОЛ, когда обанкротился Томас Кук. Это было не связано с пандемией, это было до пандемии, это была колоссальная история. Огромный оператор, который был представлен в разных странах, не только в Британии, но и в европейских, в том числе и в России, и потерпел страшный крах, и было видно, как АТОЛ справился очень достойно. И вот Юрий Александрович справедливо заметил, при убытке Музинидис Тревел, при случае, все-таки не было хотя бы туристов, которые застряли за рубежом, и здесь мы работаем с компенсациями тех, кто не смог воспользоваться туром в будущем. А, например, британский фонд АТОЛ работал еще с туристами, которые остались за рубежом, и были задействованы в том числе гражданская авиация Великобритании, компенсируемая, естественно, из этого фонда. Он так устроен, что вот этот фонд пополняется, в том числе, не только на компенсацию тем, кто не уехал и не воспользовался, а в том числе тем, кто вынужден возвращаться за счет уже комплексного такого подхода. Светлана, можно следующий слайд? Посмотрев на Томас Кук в том же, собственно, 2018 году, Германия, так как они пострадали от компании Томас Кук в том числе, и не хватило тогда, не освещалась эта тема, вот я пользуюсь случаем, расскажу, Германии ни договоров страхования, ни банковских гарантий не хватило для того, чтобы покрыть ущерб, нанесенный Томас Кук именно германских представительств, и подключалось правительство. И тогда правительство задумалось, что, конечно, ситуация может повториться, но, собственно, так страховой мир устроен, мы всегда думаем о риске, мы обязаны уметь его просчитывать наперед, мы не живем по принципу, один раз произошло, ну и хватит, да, к сожалению, не так. Мы делаем из этого вывод и на это мучаемся, идем дальше. И германское правительство начало разрабатывать уже аналогичный Атолу фонд еще с момента краха Томас Кука. Но, как мы все знаем, случилась пандемия, нет худа без добра в какой-то степени, очень многие вопросы, в том числе в мире, обострились, осложнились, но и показали действительно в реалиях, как нужно с ними справляться, ну либо хотя бы пытаться справляться. Так вот, германский фонд в июле месяца закон был принят, 2001 года. С 1 ноября 2021 года гарантийный фонд безопасности путешествий, он так называется, сформирован, начинает формироваться. В него обязаны перечислять средства и участвовать в этом фонде средние крупные операторы Германской Республики 100%, средние и мелкие нишевые операторы могут по желанию, но, как диктует закон, если они не участвуют в этом фонде, должны предоставить альтернативную гарантию в виде договора либо банковской гарантии. То есть, ну, учитывая, что в мире сейчас пандемия нанесла, конечно, колоссальный ущерб бизнесу, который тоже был застрахован, страховщики и перестраховщики всего мира, достаточно серьёзные понесли потери ввиду последствий пандемии, как таковой, в экономике, потому что, конечно, это и перерыв в производстве, и отмена мероприятий. Но самое ещё очень неприятное, о чём стоит сказать, что 2020 год ознаменовался не только пандемией, но и колоссальным количеством природных катастроф. И мы с вами все следили за Германией этого года, когда случилось страшное наводнение, и для страховщиков и перестраховщиков это тоже обернулось серьёзными потерями, потому что, естественно, всё застраховано, и нужна страховая поддержка. Так вот, вот эти факторы настолько все соединились за рубежом, что понимание, как та или иная отрасль должна быть защищена и поддержана, вот выливается в Германию и Британию в виде фонда консолидированной ответственности. В ней участвуют ещё раз туроператоры, не физическое лицо, не турист, отчисляются денежные средства в разных совершенно сценариях. В Британии это определённая фиксированная сумма с тура, с человека. В Германии это оператор тот же самый процент от оборота, ежегодный взнос, и плюс ещё гарантийный взнос. То есть, так или иначе, речь идёт о том, что фонд должен обрести некую ёмкость. И, например, в Германии государство гарантирует поддержку до тех пор, пока ёмкость фонда не будет равна 750 миллионам евро. Ну, вот такие их расчёты. Здесь нет лимитов по выплатам, хотя на самом деле, ну, мнение российских страховых компаний, наша практика своя, мы знаем, как защищён банковский вклад, да, мы знаем, как работают другие виды страхования, у нас есть некий лимит. И, конечно, этот лимит, он всё-таки помог бы просчитывать более точно не только будущий ущерб, но и в том числе и будущую защиту. Вот такая практика существует, немецкая совсем свежая. Я думаю, что мы будем следить и смотреть, как она себя проявит. Но наверняка проявит хорошо, потому что накопился опыт, и страны друг на друга, естественно, обращают внимание, потому что, так же, как и страховщики в Европе, российские страховщики свои риски перестраховывают обязательно, да, у нас есть требования, в том числе регулятора. У нас есть достаточно много рисков, которые не связаны с туристической отраслью, а требуют серьёзной страховой защиты, связанные с космосом, и сельским хозяйством, и строительством, и ответственностью перевозчиков, и так далее. И, конечно, у нас в России существует государственная перестраховочная компания, но её основные цели и усилия всё-таки направлены на защиту тех видов страхования, которые я перечислила, и прочих. И, безусловно, например, мы на себе ощутили за эти годы, что у нас не было, в том числе у страховщиков в России, перестраховочной защиты в виде государственного перестраховщика, потому что не располагала компания, и у Центробанка не было такой задачи предоставить ёмкость государственной перестраховочной компании для защиты туротрасли. Это тоже очень серьёзный вопрос, который, наверное, говорит о том, что и страховщики, вот 5%, мы не в состоянии страховать все 100%, да, нет, здесь не только дело в желании или в расчётах, в том числе и в объективных обстоятельствах. Вот такая практика, ну, во всяком случае, действительно, пандемия тем же самым коллегам страховым из Германии, ну, наверное, в какой-то степени дала ещё раз понять, что по-другому не получится. Продолжение следует...